Если подходить медицински или химически подходить, то самое худшее там, где больше яда, этинового спирта, так ли? Если водки 40 градусов яда, а в длине 10, значит вино менее вредно, а в пиве-то вообще 3-4, оно еще менее вредно, если подходить по медицински химическим критериям. Но алкоголизм проблема это не химическая, не медицинская, это проблема социальная, а в социальном плане это два самых лучших алкогольных изделия. Доказательства. Когда все страны мира в 80-е годы, все страны мира распределили по уровню алкоголизации, по уровню алкоголизма, то оказалось, что 200 лет первое место по алкоголизму держала страна родина шампанского. Какая? Франция. 200 лет с тех пор, как вообще статистика началась, и до 80-го года Франция держала первое место в мире в алкоголизму. К 80-му году 6 миллионов хронических алкоголиков только на учете, на 55 миллионов населения. Что пьют во Франции? Во Франции пьют шампанское, пьют сухие виноградные вина, причем хорошего качества. А француз низкого качества вино пить не будет, он разбирается вина, потому что пьет культурно за столом, за хорошую закуску. Можно сказать, идеал наших культуропедельщиков. Пьют культурно высокомарочное качественное вино. Результат первое место в мире по алкоголизму, первое место в мире по циррозу печени. Второе место занимала соседняя с Францией страна, еще более солнечная Италия, 5 миллионов алкоголиков на 55 миллионов населения. Что пьют в Италии? Сухие виноградные вина, натуральные, хорошего качества. Третье и четвертое место делили Испания и Португалия. Сухие виноградные вина. Четыре самые пьяные страны мира были, где пьют исключительно сухие виноградные вина, натуральные, хорошего качества, и шампанские. А дальше за ними идут страны. Я назову страны, а вы догадаетесь, что там пьют. Германия, Чехия, Голландия и Дания пьют. И только после них идут страны, где пьют виски, бренки, крепкие алкогольные изделия. Получается какой-то странный парадокс. На первом месте с сухим вином и шампанским, на втором месте с пивом, на третьем месте с виски, бренки. Если подходить чисто химически, то вообще непонятно, как это так получается. В чем же тут дело? В чем-то теперь? Почему так странно распределились эти страны? Кто-нибудь из вас, может быть, догадается, почему так распределились страны? Ну-ка подумайте. Чем слабее и приятнее на вкус алкогольное изделие, тем его пьют? А. Чаще. В. Больший объем за нас выпивают. В. Большее количество людей в народе пьет. И. Г. Раньше по возрасту родители начинают предлагать детям. А чем раньше ребенок начал пить, тем он быстрее запьется. Вот закон Собрелудии, подтверждается этот закон вот этим и своим примером. С 80-го года Франция начала трезветь. Ну надоело быть ей на первом месте, сколько можно, 200 лет на первом месте. Сегодня французы пьют на 40% вина меньше, чем в 80-м году. Ну а какие страны займут после французов первое место? Как говорится, святое место в пустыне бывает. Есть кому занять эти первые места. Вот оказывается доказательство, что сухие вина, шампанцы и пиво приводят еще к худшим результатам. Пьют чаще больше. Большее количество людей. Допустим, там где распространены крепкие алкогольные изделия, пьют в основном мужчины. Начинают лет в 20 пить. Вот из таких рюмочек. В основном по праздникам. А где сухие вина, там француз уже праздника не ждал. Каждый день на обед ставил бутилку вина и запивал, не только как компотом вы закрываете в столовой. И тут не только мужская половина, тут и женская половина присоединилась. Ну раз сухое вино, это же там стерина. Виски-то, бренди, водка многим женщинам не очень, так сказать, идет. Хотя у нас тоже встречаются извращенки, которые мы, но это все-таки. А сухое вино, это как бы бот, понимаете, тут удваивается количество пива. А там где пиво, там немецкие пироги, значит, каждый день шел после работы в свою любимую сосисочную. Брал сосиски из капусты и несколько уже литровых кружек пива выпивал. И там не только мужчины, женщины, там же детям начинают привыкать. Ну пива там уже градуса почти нет. Ребеныш несколько глотков на разе. Посмотрите, какие грандиозные пятки случаются день пива в Германии, праздник пива. Да там десятки, сотни тысяч только делающие заливающие это самое, коллективно, так сказать. И результат 4 миллиона алкоголиков Федеративной Республики Германии, из них 3 миллиона пьют исключительно пиво. А 1 миллион тоже начали из пива, а когда уже спились, тогда уже наш 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 перешли. Результат. В трехлитровой банке пива столько же этилового спирта, сколько в полбутылки водки. А отравляет-то нас не пиво, не вино и не водка. Отравляет-то нас этиловый спирт. А через какое изделие попал в нас в организм этиловый спирт, не имеет никакого значения. Через пиво, через вино или через водку. Вы вот смотрите, вы встречали на улице вот такую картину, чтобы учащийся старший классом шел домой, где-то на остановке сдал автобуса и из горлышка глаз дал водку. Я не встречал. Вы не встречали? Ну это только какой-то последний бомбус. А что вы учили в шоу и пьем пиво на каждом шагу. Для пива три повода не надо. Для водки такой какой повод. Надо где-то место найти, закуску, какой-то повод, день рождения. Для пива повода не надо. В школу пошел, бутылочку высосал. Со школой пошел, бутылочку высосал. Место какого-то, стола не надо. Закуски не надо, повода тоже не надо. В результате с помощью пива можно за год подобрать на свой организм этилового спирта даже больше, чем с помощью водки. А этиловый спирт он абсолютно одинаковый. Чаще пьют, больше пьют. Вот у нас сейчас среди детей в основном распространен пивной алкоголизм. Потому что многие глупые родители думают, ну пиво-то же слабенькое, пусть он лучше пиво пьет, чем водку-то. Он пьет пиво, пьет, и этиловый спирт набирает, набирает. А этиловый спирт тот же, что любит. Второе доказательство, почему эти два алкогольных изделия самые худшие. Когда я проводил социологические исследования, провел в 16 школах, в анкете у меня был такой вопрос. Детишки, а какое алкогольное изделие вы попробовали первый раз в жизни? И вы знаете, ни один не написал, что стеклоочтитель. И тормозная жидкость. Очень редко встречаются водка и самокон. Два алкогольных изделия лидируют. Какие? Пиво и хампанское. Поэтому сомбреологии они называются самыми провокационными алкогольными изделиями. А не провоцируют детей раньше приобщиться к алкоголю. А чем раньше ребенок приобщился к алкоголю, тем он быстрее станет тем алкоголиком. Детский организм послабее взрослого, это же понятно. Так вот роль в шампанском и пиво ликвидировать трезвость среди детей и подростков. И с этой ролью шампанское и пиво справляется лучше, чем водка или коньяк. Или проявить. Провоцируют детей раньше расстаться с трезвостью. Не удается. Это второе доказательство. Третье доказательство. Если провести такой эксперимент, ну только мысленно в жизни не вдумайте, это это выдело, это слишком жестокий эксперимент. Взять семилетнего ребенка и насильно влить в него полстакана водки. Что произойдет? Какая сработает реакция? Как вы думаете? Правильно. Сработает защитная рвотная реакция. Водка попала в организм. Водки этилового спирта много. Организм сразу же узнает яд. Сигнал из центра защиты организма от ядов мозги. Непроизвольное сокращение мышц яд скорее назад. Избавиться от яда. Срабатывает защитная реакция на яд. Но если тот же самый этиловый спирт, что и водки, но побольше разбавить водой, туда миферменты, микроэлементы, витаминчики, сахарочек, нагазировать, наароматизировать и сделать шампанское. Дальнюю ребеночку шампанское и организм не различает яд. Ошибается. Он там слишком разбавлен. Он его не различил. Этиловый яд попадает в желудок, в кровь, разносится по организму, попадает в мозг. И в первую очередь в мозге начинает уничтожать центр защиты организма от этого яда. И через несколько лет этот ребеночек будет глотать водку, как воду, не морщить. И никакая защитная реакция уже срабатывать не будет. Куда она делась? Она разрушена шампанским. Так вот роль так называемых слабых алкогольных егений, пиво, шампанское, разрушит защитную реакцию организма ребенка на этот яд. И с этой ролью шампанское...